Первой гвардейской славянской бригады награждается личный состав медалью за участие в специальной военной операции. Двыть не строя! Поздравляю! Двыть не строя! Двыть не строя! Большинство в этом подразделении местные, коренные жители Донбасса. Десять лет назад мужчины встали не просто на защиту родных границ, они отстаивали право на жизнь. Донецкий аэропорт, Славянск, Дебальцево, Южный котел, Саурмогила, Авдеевская промка, где бойцы Первой славянской первыми выдрузили наш флаг. Противостояние Донбасса-Майдан удалось кровавой ценой. Единый народ разделился на два лагеря. Моё мнение, это пропаганда извне. Были люди, наверное, подвержены как-то какими-то способами, как бы зомбирование, не знаю, свою веру поменять на чью-то. Разобраться надо было людям сразу. Встречаются таких, которые разобрались? Да, есть такие. Есть такие. Их становится побольше. Здравом мыслие побеждает. А есть случаи, чтобы с той стороны, перед членами, на нашу и воевали за нас? Ну да, сдаются в плен. Сдаются в плен бойцы, да. Наверное, это уже остановится. Потому что идет как бы к логическому завершению. Общая масса понимает, а где свет, где тьма, как бы так может разделяться. За кем правда. За кем будущее вообще. Коренной дончанин до войны работал в охране крупного энергопромышленного предприятия. Семьей обзавестись не успел. Это в планах на мирное время. Оно не за горами, уверен боец. Чего здесь не хватает больше всего вам? Не хватает? Хотелось бы... Мирного неба не хватает. Мирного неба. Очень бы хотелось. Мирное небо. Скорейшие события подводили бы к мирному небу вернуться в светлое русло. А бывает, что снятся мирные сны, когда забываешь, что война, что снится? Детство, наверное, да. Детство было ярким. Вот оно и периодически всплывает, да. Какие любимые места в Донецке? Парк Щербакова. Загородные зоны, природа, рыбалка. А за что больно в Донецке? Что, может быть, что-то разрушено, что-то пострадало из-за того, что вам дорого? Люди. Самое ценное – это люди. Которых уже не вернуть. Вот это вот самое дорого стоит. Победа будет за нами? Победа будет за нами. Славься Русь! За 10 лет войны на Донбассе не было года, чтобы здесь не отмечали 9 мая. Нынешний День Победы особенный. Его впервые празднуют в составе России. Да, сейчас еще не до парадов. После освобождения Авдеевки город только стал понемногу оживать. Но заветный Новый День Победы, завоеванный уже потомками победителей, кажется все ближе. Особенно ждут его ветераны-фронтовики. Николай Павлович родом из села Засос на Белгородской области. Сейчас живет у дочери в Донецке. 99-летний участник Великоотечественной боевое ранение получил в 43-м в ходе Мелитопольской операции на реке Молочной в Запорожье. Оно давно зажило. А вот новая рана, нанесенная Украиной, кровит уже 10 лет. Лица командира бригады, от себя лично, от всего личного состава. Поздравить вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Выразить слова благодарности за то, что вы сделали для нас тогда. Обезуемся продолжать вами начатое дело в давке фашизма, всемирного зла. Победа будет за нами. Спасибо, мы надеемся. Можно вам руку пожать? Спасибо вам. Спасибо, ребята. Служить в родине России и нашему руководству. Спасибо. Дух русский он никогда не подводил. Пусть тяжело, пусть трудно, но все равно русский человек всегда остается человеком в любой ситуации. Ни у кого нет в истории Брестской крепости, и никто нигде никогда не сказал и не написал. Умираю, но не сдаюсь. Это только русский человек может на это способствовать. Поздравительный адрес от командира 1-й славянской бригады вместе с юнормейцами и представителями правительства ДНР бойцы развезли всем фронтовикам Донецка. И в каждом доме им желали победы. Донецк – непокоренный. В жутких руинах, оставленных американскими хаймерсами, в сгоревших домах, в забитых фанерой окнах, в людях, страшно сказать, привыкших к войне, непокоренный. На здешних улицах не встретишь надписи «Укрытие» или «Аптечка здесь». Даже бомбоубежище давно разбитое. Но не разбита вера, цела душа. И сердцем жителей Донецка с белгородцами. Потому что сердце одно – русское. В республиканском детском доме сейчас 86 детей. Гуманитарный груз из Старого Оскола приняли с искренней благодарностью. Здесь лучше других знают, что такое беда. В 2014-м в детдоме было более 200 детей. Многие – инвалиды. Когда начались обстрелы, их вывезли в украинские тогда Мариуполь и Краматорск. И не вернули обратно. Что с ними теперь – неизвестно. И все больше имен на Аллее Ангелов. Сотни детей стали жертвами украинского террора. Помимо этого известного мемориала в центре Донецка есть и другие скорбные места. На окраине города, за кладбищем в Киевском районе, где закрыт после прилета в храм, и куда не ходят даже местные маршрутки, потому что опасно, тоже есть своя аллея в память о погибших тут детях. Незаживающее горе не только родителей, всего народа залечить невозможно. Боль словно выцветает, становится пепельно-серой, как эти игрушки под солнцем Донбасса, но никуда не уходит. 9 мая в городе было тихо. В ССУ весь день обстреливали Белгород. А вот 11 числа, в 10-ю годовщину создания ДНР, нацисты вновь атаковали Ленинский район Донецка. Били по месту, где планировался праздничный мирный автопробег. Погибли 5 человек. А этот мемориал в память о бойцах 1231-м это стрелкового полка, павших за освобождение Донбасса. Рядом железный снаряд, испещренный осколками и обитый металлическими лепестками роз. Летопись подвигов наших бойцов, ушедших на СВО два года назад, тяжелые штурмы и самопожертвования. Наши деды-прадеды воевали, сломили хребет фашизму. Мы стараемся здесь, в зоне СВО, не посрамить этой чести наших дедов и прадедов. И ломаем сегодня, к сожалению, проявление фашизма для того, чтобы наступило наконец-то счастье, мир, мирное небо над нашими семьями, нашей головой. И победа будет за нами в любом случае. Татарин, русский, башкир, украинец, абхаз вновь в одном строю, как Великую Отечественную. С Донецком теперь кровное родство. Земля здесь пропитана кровью боевых товарищей. В 70-х годах ЮНЕСКО признало Донецк самым зеленым из всех промышленных городов планеты. Его называли городом миллиона роз. Он обязательно вернет себе этот статус. С помощью военных, занимающихся самым мирным делом на земле. Первая славянская бригада не только умеет воевать от ее территории, но и умеет сажать цветы, налаживать мирную жизнь. Дело важное, нужное, считаю, потому что кусты многолетние. И когда-нибудь наступит мир, и эти розы будут как память о нас, кто высаживал, и в первую очередь о погибших, кто защищал эту землю и погиб. И мои земляки, сослуживцы, точно так же отдали свои жизни. Сам я мобилизованный из Татарстана. Все мы приехали защищать нашу большую родину. Нас мобилизовала наша страна для защиты, для помощи братскому народу. Что мы с честью и достоинством стараемся выполнять. Местные жители замерев, наблюдают за работой. Военных сельхозоружием в руках они видят впервые. Мы очень рады, даже так сюда пришли посмотреть, как солдатики работают. Лучше бы этой войны не было, а то бы так солдатки мирное время было. Когда украшают город, когда кто-то занимается полезным делом, это только вызывает восхищение. Поэтому всегда, когда порядок, когда цветет город, как раньше, это хорошо, красиво, и в будущее смотрим, чтобы было все у нас как раньше, как прежде, было приятно отдыхать, гулять и жить. Не утратилось это звание города красоты, города героя, города трудовой доблести. И вообще, это же самый лучший город в мире из всех промышленных городов. Кронику фронтовых и мирных будней на СВО тоже ведут. И этот репортаж нам помогал снимать оператор, добровольно подписавший контракт с Минобороны. За ленту с позывным «Опер» он отправился из Белгородской области вместе со всей киностудией «Огненный рубеж» во главе с режиссером. Скажу словами героя из фильма «Офицеры». Есть такая профессия – Родину защищать. Во время Великой Отечественной войны было много режиссеров, фронтовиков, которые потом в мирное время снимали очень доброе, нежное, хорошее семейное кино, которое является сейчас шедевром, скажем так, и мировой классики кинематографа, и это золотой фонд. С вами понятно. А вся ваша съемочная группа, как вы их уговорили? Или это было их желание? Это было коллегиально, это было коллективно. Мы приняли решение совместно, и все пошли на фронт. Ну да, действительно, мы и воюем, и снимаем и хронику, и военные преступления киевского режима. Что дает силы, вера в победу, тыл? Что? Как и Великую Отечественную войну, все-таки поддержку дает вера в тыл. И все-таки мы защищаем свою землю. Мы знаем, что у нас за спиной наши жены, наши дети. А кто? Никто, кроме нас. Что для вас 9 мая? До СВО и сегодня есть разница в ощущении этого праздника? Понимаете, у меня воевало два деда. Два деда-герои. Я внук своих дедов. Для меня этот праздник был всегда самым светлым, самым радостным. Ну, это с детства, я так воспитывал. Разница в празднике. Вы знаете, 9 мая на фронте, ну, это особое ощущение, особый день. Поэтому, когда идешь по стопам своего деда и освобождаешь землю от фашизма, ну, это другие совсем ощущения, другое совсем чувство, которые наполняют тебя. Но все-таки хочется сказать, дед, мы доделаем твою работу. Они обязательно доделают, с Божьей помощью. Иначе никак. В передвижном бригадном храме, предоставленном Белгородской епархии, куда заходят бойцы перед ротацией, чаще всего звучит одна короткая молитва. Господи, помоги. И он помогает. Они это чувствуют. Анна Семенова, Денис Турчин, Илья Самсонов. 9 канал. Из Донецка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова